Саша, это не тот компакт-диск. Сейчас. Сейчас, да, я теперь вспомню, как это делается. Они все мое закрыли, что-то... Молодец! Я нашел. Итак, поскольку я выступаю раз в год, всего, быстро, да, надо что-то сделать такое. У меня, как говорят project manager, не бывает плохих проектов, а бывают такие челленджинг-проекты. Для меня, я сделал сам себе челленджинг-проект. Сами поймете сейчас, почему. Во-первых, я первый раз себе не писал спич-ноты, что я обычно делаю. Этот раз решил не делать, чтобы все по памяти рассказать. И второе. По-моему, эта штука должна работать. Вся презентация сделана на тачпаде. Называется она. Я надеюсь, да, все знают, кто сегодня первый раз в клубе вообще, первый раз пришел. Раз, два, да, 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 немножко, немножко людей есть. Меня зовут Кирилл Линник, я работаю в компании Helmys. По долгу службы приходится иногда ездить на всякие очень интересные семинары, презентации и так далее, и так далее. О чем вы сейчас узнаете. Итак, поехали. Если представить, что каждая конференция – это человек. Ну, допустим, вот как у нас Антон Архипов, это у нас лицо клуба, о чем мы говорили, такое весь. Здесь постоянно есть, часто модерируют, часто рассказывают, часто там тусит. Здесь три эти конференции, соответственно, прогресс и так далее, и так далее. Кто думает, сейчас мы будем просто голосовать, простым большинством, что вот это прогресс. Поднимите, да, поднимаем руки, поднимаем руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Прогресс. Неважно. Эти люди не знают, что такое прогресс. Хорошо, я сначала расскажу, что такое прогресс. Прогресс – это такая же технология, такой же язык, соответственно, как и Ява. Тоже пишут всякие приложения. А Пама, о которой Игорь рассказывал, это как раз прогрессовская технология. Он сидит такой толстый, у него лежит. Хорошо, это прогресс, они угадали. Кто думает, что это Devox? Девокс, поднимаем руки. Девокс сейчас тоже расскажем. Просто кто из них знает, что это Devox. Двумя руками голосуем. Devox – это самая крупная в Европе конференция Ява-программистов. И кто думает, что это Девклуб? В общем, короче, или голосует мало, или я не знаю. Результаты были такие. Это прогресс. Шесть человек угадал. Это тоже неплохой результат. Это Devox. Это Девклуб. Теперь… Да, кто-то даже угадал. Почему? Прогресс – очень такая узкоспецифическая конференция, посвященная людям, которые пишут на прогрессе. Соответственно, поэтому они смотрят только в одну сторону. То даже в другую сторону абсолютно смотрят Devox. Там, где все круто. Но только я иду в клуб, который смотрит обо всем. Итак, это Антон Архипов. Я не знаю, почему он так делает. Так получилось. Итак, расскажем сначала о прогрессе. Самое ужасное, что может быть на конференции. Самое ужасное, что может быть на конференции, это когда сейлс рассказывает программистам, как им нужно жить. Они показывают кучу всяких кейс-стадий, всяких секс-сторий. Говорят о том, как круто, какая-то хорошая технология. Сейчас подвину немножко и сядут. О том, как все хорошо. Но когда дело касается технических слайдов или описания, что же это как, как это должно быть, они говорят, у нас кончилось время доклада. Так что все остальное найдете в слайде или через Google или еще что-то. До свидания, до следующих встреч. Это реальные случаи, когда как раз рассказывали об опаме, было много чего интересного, у кого это, как это работает. И когда человек-презентер сказал, что извините, у меня кончилось время, я больше вам не могу рассказать о технической конструкции решения. В зале одни технари. И поскольку вся конференция была в Москве, если песни слов не выкинешь, был такой громкий такой, да ёп твою мать, да сколько можно. И одобрение такое. Почему это было? Сейчас расскажу. От нас, от Хелмеса был один докладчик, у которого слайды были на русском языке. Но поскольку она не могла говорить по-русски так хорошо, как говорят ребята из логики, она все-таки говорила по-английски. Руководитель прогресса в России, очень добрейшей души человек, решил всем помочь. Все, кто не мог вести презентацию по-русски, всем был синхронный перевод. Причем предложение по-английски, синхронный перевод по-русски. И все бы ничего, если бы фразы типа «In Estonia» переводились у наших соседей в маленькой городной стране Эстонии. Хе-хе. Доходило даже до смешного. То есть до совсем такого, что когда человек спрашивает из Англии, приезжает человек, спрашивает «How are you?» Весь зал такой «Fine, thanks», синхронный перевод. Ну, его зовут так-то и так-то, он спрашивает «Как у вас дела?» и паузу. То есть человек ждет опять ответа. И пока ему кто-то там скажет «Хорошо», он начинает дальше вести синхронный перевод. Соответственно, если у тебя слайды на час или 40 минут, с таким синхронным переводом доклад превращается в лучшем случае в минут 15. И когда самое интересное, все эти технические слайды, им говорят «Извини, время кончилось». Доклады должны были кончиться в 6 часов, несмотря на то, что они постоянно обрывались, доклады закончились в 8 часов. И такое тоже бывает. О прогрессе. Так вот, о прогрессе. Кто… Я в основном сейчас у жава-программистов спрашиваю, они точно знают. Кто знает, что такое BPM? Просто руку можете поднять. BPM. Так. Что такое BPM? Бизнес-процесс менеджмент. Какой самый… Да, да. Управление бизнес-процесс менеджмента. Какой самый популярный продукт, который все используют для BPM, о котором все знают? Прогрессовский. Не, не прогрессовский. В принципе, вообще по миру. Возможно, САП, да. САП и еще какие-нибудь. Орак. Я вообще джибоссовский больше. Нет, я есть поэта другое. Орак. Орак тоже есть, но этого совсем не знаю. Хорошо. Так вот, возвращаясь к теме AllSales. Прогресс очень интересная конференция тем, что когда 4 года назад Прогресс купили такую компанию, как Соник, которая делает Соник и СБ, которые почти все жалопрограммисты точно знают, они 4 года рассказывали о том, какой крутой Соник. На каждой своей конференции. Теперь они купили такую компанию, как Савион, о которой, наверное, никто не слышал. И теперь они рассказывают о Савионе. И о Савионе вот что интересно. Оказывается, Савионе, по версии, как минимум, прогресса, самое успешное, самое распространенное BPM решение в мире. Я не знаю, так это или нет, но директор компании Савионе, японец доктор Кейк, как они его называют, он мне сказал, у нас так все круто работает с Орклусу, даже Орклус спрашивает, как мы это делаем. Итак, я вот не знаю, это Женя использует такие слова, Женя, концы, это плюсы или минусы? Я просто вставил. Это минусы, да? Окей. И значит, плюсы этой конференции. Пятизвездочный отель в самом центре Москвы. Катерин, все круто, тебя встречают, что ты там не снимаешь. Вино, в клубе дают пиво, там дают вино, причем в неограниченном количестве. И место. Свежай. Теперь у нас все подумали о хорошем, минута релаксации. Что это такое? Это кинотеатр. Представили, что все в кино. Все сидят в кино и смотрят фильм. Как многие уже догадались, кто, как по крайней мере, был на Девоксе, сейчас речь уже пойдет о Девоксе. Девоксе, как я уже говорил, самая крупная конференция Ява-разработчиков в Европе. По популярности говорят, что скоро догонит и обгонит Java One. Проходит она в крупнейшем кинотеатре Европы в Антверпоне. О размере кинотеатра может сказать тот факт, что там, не знаю, сколько там, 12-15 кинозалов. При этом зала такого размера, что 3000 разработчиков, 3000 человек, которые приходят, помещаются в 4 зала. То есть идет параллельная трансляция, в 4 залах помещаются все люди, никого больше нет. 3000 человек, как сделать, на 3, по 750, если меня, раз мне изменяет. Да, с попкорном. Что интересно было на Девоксе, такого количества макофилов, вот здесь я вижу только одного, а там это было реально повсеместно. То есть все компании что-то разыгрывали. Все там айфоны, там всякие айподы. Единственное, кто не разыгрывал ничего айфоновского, было компания Oracle. Причем компания Oracle мне в этом плане как бы даже, не знаю, как сказать, немножко покоробилось, что ли. У них было, они разыгрывали книжники каждый вечер, это было все прикольно, но потом они раздавали Oracle какие-то невзрачные футболки, за которые реально была драка. То есть тут, представляешь, там человек сто, реально сто, то есть до горизонта в маленьком зале стоит людей и тут человек из Oracle вот так вот кидает футболку или там говорит хочешь футболку? Она вот там. Вот такие вот люди теперь владеют джавой. Я не хочу ничего сказать к компании Oracle, они замечательные люди, они все очень клево делают, но некоторые вещи, которые есть немножко в их отношении, задевают. Те, которые их интересуют, они же сказали, что с джавой все будет хорошо, но с джавой седьмой не будет в ближайшее время. Мне не досталось. Знаешь, я когда только первый раз это увидел, я сразу ушел, если честно. Мне как-то вот это вот, зато мне досталась книжка. А, кстати, по поводу книжек, хорошо, что ты напомнил. Как получить можно было книжку? Заполняешь анкету, там пишешь там фамилию, естественно, как всегда, маленькой городной страны Эстонии в выборке стран нету, и поэтому всегда ставишь себе авр. И там разыгрывается, у них рандомно появляется имя, если человек есть на месте, он подходит, берет книжку. Их, все эти имена оглашают вслух. И стран в выборке достаточно мало. И вот этот вот человек из Орако, который на самом деле какой-то бельгиец, который живет в Антверпене, о котором никто почти не знает, он компания из Эстонии и подобных стран, там, из Финляндии, все представляет, как будто ты из Зимбабве приехал. Вот он, честно, так читает этот, ну, в общем, я говорю, и эти люди владеют Java. Итак, что хорошего в Девоксе? Первое, что это Java. Если вы пишете на Java, если вам нравится Java, то ближайшее место, где вы можете в течение недели взрывать тебе мозг каждый день Java, 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 иногда скалы, иногда Java, это оно. Второе, что есть очень клевое в Девоксе, это Java. Потому что ничего, кроме Java, вы не узнаете. И правда, был один доклад, который меня действительно очень сильно поразил. Человек, как преподаватель там этих динамических языков из Массачусетского университета рассказывал про HTML5. Презентация где-то минут на 40-45 была составлена где-то из 150 слайдов. В чем был прикол? Почти, то есть он говорит предложение, и ключевое слово это предложение или там слово сочетание, оно на черном фоне просто белым высвечивается. Он постоянно жмет и рассказывает. То есть у него настолько точный признак, что в течение часа ни разу не уложанул. То есть он постоянно говорил это самое. То есть вот если бы я говорил там DevClub это круто, а там ГВТ это говно, то есть как бы вот у меня было бы DevClub круто, ГВТ, Саша для тебя. Я смотрю презента. Во! Саша любитель Гугла согласился в том, что ГВТ это не очень хорошо. И третье, кто третий угадает, что третье слово там? Неправильно. Потому что конференция проходит в Бельгии и побывать в Бельгии и не выпить бельгийского пива это то же самое, что и не быть в Бельгии. Я вчера был в Стопане специально посмотреть, сколько оно стоит. То пиво, которое стоит там пол евро, стоит у нас 50 крал. Поэтому приехав в Бельгию вы можете сильно сэкономить на пиве. Поехали дальше. К нашим баранам это внизу не капли крови, чтобы вы не подумали, это внизу такое новомодное дальше как-то лайн называется в HTML, я не знаю. Как-то так. В общем, это очень модное выделение. Главная мысль, с которой я пришел сегодня, главная мысль, которая мне давно не дает покоя, это то, что мы действительно те люди, которые делают IT. Почему я изменил здесь, у нас на сайте We Make It Happens A Girl. Мне кажется, что главное, ну, как бы надо переделать это на IT, потому что глядя на то, как сейлс говорит программистам, что надо делать, глядя на то, как программисты говорят программистам, что надо делать, мне кажется, самое главное, чтобы инициатива была снизу. Когда люди понимают, что они делают, они делают это быстрее, они делают это лучше, они довольны своей работой, они с удовольствием приходят на Девклуб, и они с удовольствием нам о чём-нибудь рассказывают. Следующий слайд пустой. Чтобы вам было интереснее его составить, этот раз пиво будет только три, поэтому раз, два, сейчас посмотрю, по-моему, было немецкое, но было очень хорошо, три, возможно, было четыре, я уже не помню, не суть. Я хочу, чтобы кто-нибудь смелый сегодня, потому что не только мне рассказывать, не только там Саше и всем остальным, чтобы кто-то, такой элемент интерактивности, чтобы кто-то смелый, подняв руку, произнёс для себя ключевое слово, что для него Девклуб, вышел, рассказал почему и получил пиво, поэтому кто первый поднимет руку, получит первое пиво, кто второе, второе. Мы ждём первое. Да. Ну, выходи, выходи, мы тебя похлопаем. Я такой халявщик, знаете, я люблю привлекать. Хочу пиво очень. Да. Кирилл расскажет о себе. Я живу Кирилл. Я работаю сейчас в Лизе, раньше работал в ЛБ. Он программист начинающий, но для нами это присоединение, давайте получим. Кирилл, do you speak English? Little, yeah. Good. Что мне написать на слайде? Общение. Общение. English please. Communication. Хорошо, я запишу это потом, это очень длинное слово, мне тачпадом очень долго. Давай. давай. А Кирилл тогда пока что-нибудь расскажет. Ну, раз здесь о конференциях была речь, то я был конференцией так давно по КУСЭ, которые мы сейчас дружим в Лизе, не знаю, что ты ездил. Ты кто не ездил? Тоже. А, то, которое у нас реклама была в Лондов Кубе. Да-да-да, я с вами поехал. Один. Нет, ватул был пустой, там были еще люди. Конференция была в таком стиле, что вот мы сделали такой классный продукт, вот такой очень классный продукт. Давайте сделаем ватшоп. Ватшоп был настолько примитивный историал симпл слово вот на КУСЭ, даже не для НОКИ, а просто кУСЭ для БИСОПа, для ВИДУСа. Все было ужасно организовано на самом деле, то есть Дэв Клуб лучше? Намного, просто небо и земля. Сейчас, похлопайте. Сейчас, секундочку. Ну, мне попросили вставить это длинное слово, я даже не помню, как оно пишется, но я надеюсь, что я попоймал. А что такое КУСЭ? Для машины или нет? Нет, КУСЭ это такая прослойка библиотека, которая позволяет написать на языке C++. По стилю очень похожа на Яву, потому что все упрощено для безобразия. Это Яву упрощено для безобразия. Это так, между прочим, ремарка. кросс-патформальное приложение, которое потом компилируется по разной платформации и работает на Macintosh, на Linux, на Windows и на 075. Похлопайте, Кирилл, он получил первое пиво. Первое. Мне нужен второй доброволец Эдик Шустров, я видел там. Третий, третий, сейчас, я тебя запомнил. Похлопайте Эдику Шустрову. Эдик. Можно сейчас сказать? Да. Только очень быстро, Эдик. Эдик. Решалайзинг. Окей, thank you. Окей, thank you, thank you. Это по поводу, конечно, но общение больше проходит у нас в перерывах. Кроме этого, значит, здесь еще можно, ну, приходят люди для того, чтобы поделиться чем-то интересным о том, чем они имели опыт. И, к счастью, это не только о компьютерной сфере, ну, потому что для гиков можно еще как-то все-таки смотреть, что вокруг. Ну, и бывают артопики, где народ рассказывает о том, что интересного происходит в жизни помимо компьютеров. Вот. И на основе этих наглаза возникает интересный вопрос. Интерес? Ой, какая интересная вещь, надо этим заняться, заниматься углубленно. То есть, это как-то побуждает, ну, проявляется очень, побуждает человека проявить инициативу для того, чтобы освоить какие-то новые области, которых, особо не затумывался. То есть, есть, что можно сказать, knowledge sharing. Не-не-не, можно одно слово-то? Оно слишком большое для меня. Хорошо, тогда просто sharing, непонятно что. мы не только общаемся с тобой, но и делимся. Поэтому я бы выделил немного. Да, поэтому я делюсь пивом с тобой. Спасибо, Эдик. Спасибо. Да, было? Выходи. Да, я уже понял, что никто не умеет пользоваться тачпадом, как... меня зовут Антон Анисимов, я работаю в фирме PayTech, но занимаюсь я всякими разными технологиями, связанными с гигами. Платежные технологии, интересная тема, интересная, что я вам расскажу, когда будет время, или когда кто-нибудь проголосует за ним. English? English? Да, спасибо. Ну, я бы хотел сказать, что для меня... Один вопрос. Knowledge. Knowledge. Thank you. Для меня самое важное в дет-клубе получение знаний, потому что сейчас моя работа связана немножко с другой области, может, что я программист. Вет 8 я, а может, и 10 в своей жизни я потратил на программирование. Я знаю такие страшные слова, как Ассендлер, такие и прочие разные странные технологии, которые уже в настоящий момент являются такими малоиспользуемыми или редкими. Ну и... Ты скажи, ты скучаешь по Ассендлеру? По ночам? Я по Си скучаю. Я исключительно для себя подписываю на Си. Подписываю на Си. Я уже, можно сказать, заполи. практиковаться не на чем. На кошках они с Си. Си скучно не дружат. Сейчас, подожди, я уже почти вставил. Круто. Ты рассказывай, видишь, у меня элемент интерактивности. Что из себя представляет область, в которой я работаю? Спасибо, я вставил уже. Похлопаем человек. Спасибо. Спасибо. Я надеюсь, такого трешарта вы больше в следующем году не увидите. У меня есть пар маленьких объявлений. Кто хочет, чтобы мы заменили We make it happen together на We make IT happen together. Поднимите руку. Вот, поняли? О, отлично. Второе объявление. У меня кончается батарейка, поэтому кто хочет пофоткаться с утконосиком, подходите сюда. И третье объявление. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.